Ребята, внимательно сейчас смотрите, какую обалденную позицию покажет игрок на Бабахе. Ну и конечно же, какие эпичные ваншоты будут в данном бою. Произойдет просто невероятный рекорд, в который даже сложно поверить. Я уверен, ребята, такого вы в нашей игре еще не видели. Итак, как вы уже поняли, сегодня главный герой нашего видео это, собственно, Бабаха, которая сейчас на экранах и внимательно смотрите, что случится в первую минуту боя. Бабаха приезжает на позицию, где вместе с ней уже есть союзный ИС-7. Но ему нужно проезжать подальше, потому что это тяжелый танк, а наш герой имеет право остаться подальше, выцелить свою цель вдалеке и дать первым же выстрелом на 1800 бедной вражеской ТВПхе. Это нечто невероятное. Там у ТВПхе, похоже, сердце просто в груди остановилось от такого момента. Представьте, вот так вот выкатилось себе на позицию и прилетает с одного выстрела на 1800. Это, конечно, все хорошо, но дальше вас ждет ситуация еще интереснее. Возвращаемся на свою точку и выглядываем противников дальше. Кто же выйдет следующим под ваншот Бабахи? Ну-ка, пока что-то противники не хотят. Не хотят подставляться. Видимо, пример ТВПхе сыграл все-таки свою роль, и команда врага такая почесала голову и подумала, а ну его нафиг выезжать на Бабаху. Кстати, интересный... Интересный очень вид нашей Бабахи. Смотрит она вроде бы куда-то сюда вперед, а прицел находится здесь. Интересно, то ли это глюки рандома, то ли что еще. Любопытная крайняя ситуация. Напишите, ребят, в комментариях, что это такое. Почему вот так вот происходит. Что это вообще творится? Ё-моё, я такого еще не видел. Ладно, не будем, не будем дальше смотреть на башню. Давайте смотреть, где прицел Бабахи. Я не перестаю, ребят, удивляться с игры World of Tanks. Пока наш герой не рискует ехать дальше. Кстати, в этом бою произойдет еще один очень любопытный момент. Если не считать прицел, связанный с чатом, так что обязательно досмотрите. Вроде сейчас должен состыковаться наш прицел. Нет? Спускается Бабаха вниз. Счет уже 5-2. Вот прям интересно. Может кто-то знает в комментариях, что это такое. Потому что я пока не понимаю вообще, что происходит в этом реплее с прицелом, что происходит вообще с Бабахой. Выезжает она на ВЗ. И следующий фраг оформляет, хотя башня смотрит абсолютно в другую сторону. Я, если честно, ребят, в полном шоке нахожусь. Просто в полном шоке. Я не пойму. Давайте перемотаем куда-нибудь бой. Не хочется записывать заново, потому что такая интересная ситуация. Во! Во! Заработало! Заработало! Обожаю реплей World of Tanks. Вот тот самый ваш ваншот по ВЗ. Ну, здесь понятно, здесь не очень много ХП было у Вазика. И своим фугасом Бабаха здесь быстро разобралась и ситуацию разрешила. Смотрим дальше. Счет 6-2. Команда союзная вроде бы даже выигрывает. Переживать особых причин нету. Но получится ли нормально сыграть финал? Проезжает Бабаха вперед. За углом стоит у нас Type 61 здесь. И впереди 54. И вот момент. Конь стоит к нам задней филейной частью. И ой-ой-ой-ой-ой. Как же обидно сейчас было. Всего лишь на 875. Хотя там, ну понятно, куда мы стреляли. Там должен был заходить ваншот. Но игра World of Tanks непредсказуема. Поэтому, что здесь еще скажешь? Тем не менее, счет 8-7. Команда союзная вроде бы выигрывает. Но смотрите, что сейчас будет дальше. Потому что то, что произойдет в следующие несколько минут, в это вообще сложно поверить с первого взгляда. Вот сейчас реально счет 8-8. Шансов у Бабахи поставить нормальный рекорд в этом бою нет. Выезжаем на Type 61. Тут же по нам откидывается сзади артаговый Е100. И казалось бы, должен быть опять ваншот. Но карты не складываются. После того самого выстрела по ТВП удача совершенно отворачивается от ПТ. И следующие выстрелы не наносят нормального пробития по врагам. И они все от нас убегают, утекают. Откатываемся назад. 54-я вверху. Дает нам на 309. Ну вот здесь просто беджи. Без шансов. Должен заходить был ваншот по 54. У нее осталось мало ХП. Ну и выезжала слишком нагло. Подставлялась полностью под выстрел. И Бабаха это дело выполняет. Спускаемся вниз и смотрим, что же будет дальше. Счет 9-12. Союзники уже почти все посливались. В нашей команде осталась артиллерия 261 и объект 140. И здесь уже реально огромный просто вопрос, что же будет в финале. И как вы поймете дальше, союзники совершенно не верят на то, что наша Бабаха хоть на что-то способна. Сейчас увидите, что будут писать в чате. Выезжаем на артиллерию. Это М53-55. Но внимание наше больше отнимает Тайп 61. Которого стоило уже добивать. Мы по нему сочную плюху дали. И четвертый фраг оформляет наша ПТ-ха в этом сражении. Но противников все еще много. И они довольно грозные. Это две ПТ 10 уровня. Яга Е100 и Гриль-15. И к тому же еще и целых три артиллерии. Которые, учитывая отсутствующую броню ФВ-40-05, конечно же, будут тоже откидывать нам ваншоты. Выезжаем на первую арту. Это М53-55. Здесь без шансов с одного выстрела. Конечно же, должны были добирать. И остаемся вдвоем с объектом 140. Ситуация, мягко говоря, совершенно не в пользу нашей команды. Возвращаемся аккуратненько назад. Главное, нигде не подсветиться. И ни в коем случае от двух других арт плюхи не получать. И надеяться, что объект 140 какое-то время еще там проживет, пока мы приедем к нему на помощь. Но вот что будет на самом деле. Сейчас, конечно же, с вами узнаем. Яга Е100, гриль 15. Понятно, что это совершенно неудобная ситуация для 140-го. И как мы видим, ПТшки успешно вместе с артой приговаривают последнего нашего союзника к ангару. В общем, ситуация сложилась просто патовая. 523 хп и 4 противника. Или 4 ваншота. Узнаем прямо сейчас. Союзники совершенно не верят в нашу бабаху. Уже пишут, дохни быстрее ей. Это нереально. Обидно. Представьте, как вот нашему герою на месте него, если бы вы были, и вот так вот в чате ваша команда в вас верит, пишет, что отправляйся уже, чувак, побыстрее в ангар, потому что у тебя нет шансов. Но бабаха настроена решительно. Высвечиваем Ягу Е100 и отправляем ей фугасиком на все хп. Яга в ангаре. Уже 6 фрагов на счету. Будет ли больше? Узнаем прямо сейчас. Позицию срочно нужно менять. Потому что гриль 15 и 2 арты нас щадить не будут. Там каждая из арт может ваншотнуть нас без проблем 523 хп. Но другое дело, что и мы можем, собственно, с ними сделать так же. Откуда поедет гриль 15, наш герой знать не мог. Но вот чудо прямо угадывает направление выезда. И на 1400 ваншотик по грилю залетает 7 фрагов. Как вам, ребят, такое? Я думаю, бой уже заслуживает лайка. Ребята, сегодня в ролике у меня для вас будет даже сюрприз. Сегодня будет не один бой на бабахе, а целых два. Как вы уже, наверное, из названия ролика догадались. Потому что пока мы не набираем нужное количество ваншотов. Но в следующем бою будет сюрприз для вас. Будет очень крутая позиция чисто для ваншотов на бабахе. Обязательно посмотрите и запомните следующую точку. Позиция будет бомбезная просто. Уже через несколько минут к ней мы перейдем. Но пока наша бабаха, имея в копилке 7 фрагов, отправляется на вражескую базу, где ее ждут два артовода, которые своим фугасом могут изменить расклад боя кардинально. Но мы настроены решительно. Проезжаем в круг захвата. Вот здесь многие бы объехали круг, чтобы не показывать арте свою позицию. И сейчас правильно делает бабаха. Этот совет постоянно работает. Если есть возможность вот так вот, и вы не уверены, что будете брать базу дальше, то лучше объедьте круг, чтобы враг не понял, где вы находитесь. И это в каком-то плане работает. ГВЕ-100 оказывается полностью растерянная. Мы спокойно проезжаем, сводимся на нее и отправляем артиллерию в ангар. Остается очень быстрая французская арта. Батчат 155-55 против нас, который, наверное, будет главным финальным противником. Ну что, минута времени. 8 фрагов на счету. Сейчас узнаем, станет ли бабаха героем данного боя, будет ли 9-й фраг. И тогда союзникам, которые не верили в нашего героя в чате, реально придется извиняться. 4,5 минуты. До захвата базы одна какая-то минута. Мы летим на полной скорости. Тут еще надо успеть. Не, вроде успевает. Но главное сейчас, чтобы арта не выстрелила первая своим фугасом. Потому что брони у нас нет, и она спокойно может пробить. На 523 уж точно. Арта, скорее всего, стоит за камнем. Выезжаем. Она не стреляет. И мы на реакции чисто делаем победу. Вот такой вот бой. А сейчас вас ждет другое сражение. А в конце еще и голосование. Какой бой вам понравился больше. И супер позиция. Смотрим дальше. Итак, продолжаем наше путешествие по миру ваншотов. И следующий герой нашего боя, опять же, Бабаха. И карта уже у нас в степи. И все дело, ребята, здесь будет в супер позиции. Внимательно смотрите, какую точку сейчас займет Бабаха. И какие же красивейшие просто выстрелы она будет с этой точки отвешивать. Итак, начинается все стандартно и очень даже нерискованно. Кстати, бой более комфортный для героя. Потому что здесь мало танков 10 уровня. Здесь нет артиллерии. Есть даже восьмерки, которые просто щелчок для нашего орудия. Потому что, ну, сами понимаете, Бабаха и восьмерки. И сразу же у нас в прицеле Ягдтигр, который стоит бортом. И на 1672 мы ему отправляем. Не ваншот, фрага нету, к сожалению. Но, тем не менее, я думаю, нашему герою это тоже очень приятно. Но, смотрим, смотрим, что будет дальше. Союзники не желают долго существовать в бою. Борщ уже отправляется в анкар. На центре светить дальше некому. Пробуем проблайнить в куст, но итога это не приносит. И вот сейчас, секунду на секунду, наш герой как раз и будет переезжать в очень крутую позицию. Откуда начнет раздавать просто супер ваншот. Сводимся на вражескую базу. Опять хочется проверить кусты. Потому что все мы знаем, насколько любят враги стоять вот в этих самых кустиках. Но, видно, что снаряд особо не залетает. Фрага нету. Поэтому нужно что-то дальше придумывать. И вот первый звоночек. Посмотрите сейчас на миникарту. У нас внизу полный провал. Союзники потеряли контроль над левым флангом. И вражеские тяжи сейчас врываются на нашу базу. И бесконтрольно там один за одним добирают нашу команду. В общем, ситуация складывается крайне тяжелая. И самое время бабахи включать все свои навыки и умения игры в World of Tanks. Откатываемся назад на базу. Сейчас нужно занять горку и попытаться отстреляться издалека. Но вот сработает ли позиция и тактика нашего героя, сейчас увидим. В это время на миникарте проблем становится еще больше. Противники и на другом правом фланге тоже, видим, большим количеством довольно давят. Поэтому надеяться, что оттуда будет какая-то помощь, тоже не стоит. Возвращаемся на базу и сводимся на выезд вражеских тяжей. Ну что ж, давайте смотреть, какие выстрелы будет отписывать бабаха дальше. 1-4, к слову, счет. Вот многие уже высказали, что бой катится в поражение, что шансов никаких у команды нету. Но бабаха настроена по-другому. На центре лора 40Т, которая просто сладенькая для нас, там французская броня 1300. С одного снаряда, конечно же, должно заходить. Но с лорой разбираются и без нас. Ладно. Тогда более важные цели, потому что впереди уже объект катится. Уже объект катится, по-моему, 430-й, да? Объект 430-й. Проджетта 65 там на засвете стоит. И вот выезжает. А, нет, там объект 705А. 430-й на другом вообще фланге. 3-6, счет. Мы с вами, ребята, ждем ваншотов. Просто сели и ждем, потому что ради этого мы сегодня здесь собрались. Ради того, чтобы вспомнить, на что способна бабаха. Увидеть фантастические выстрелы. И первый бой, я думаю, в какой-то степени уже вас порадовал. Были там сочные просто выстрелы. Было 9 ваншотов, 9 фрагов на бабахе. И сейчас вторая бабаха намеренно сравняет счет. К слову, в конце не забудьте в подсказках вверху справа проголосовать за лучший бой. Также там будет несколько других крутых боев, которые тоже вам должны понравиться. Перейдите, зацените. В подсказке зачекайте. Ну, в конце уже ролик. И вот, кстати, та самая позиция сейчас, которая станет ключевой в этом бою. Пока даже непонятно, с чего бабаха будет тащить. Пока просто стоит в кустах. Противники не собираются даже близко здесь где-то высовываться. Но сейчас смотрите, что начнет происходить. И уже пошла, пошла жара. Выезжают с правого фланга враги. И удачный выстрел просто по СУ-130ПМ. Просто как семечка разлетается бедная ПТ. Там же находится сейчас 50 ТП. Он едет к нам бортом. И представьте, какой выстрел сейчас должен быть. Ну-ка. Неужели сейчас с одного снаряда? Нет, нет, нет. Обидный, обидный промах. 50 ТП заехал за препятствие. Заехал за препятствие и лишил нас возможности сделать фраг. Счет 8-11. Противники уже окружают оставшихся союзников наших в этом бою. И все просто неуклонно двигается к поражению. 430-1800. Конечно, навряд ли здесь был бы... Навряд ли можно было бы добиться одного выстрела. Но, тем не менее, помогли союзникам тоже. Пока 3000 дамага и 1300 на света. Ну, если честно говоря, это так себе для бабахи. Потому что это ПТ-хом может намного больше. Но позиция у нашего героя очень неплохая. Очень уверенно держим точку. Наш взгляд просто королевский на всю карту направлен. Не дает противникам возможности нормально выезжать. Нормально подсвечивать. Поэтому за позицию героя, я думаю, лайк можно поставить. Ребят, в любом случае, жмите лайк этому видосу. Потому что хочу вам напомнить, что в этом ролике будет довольно неплохой розыгрыш для вас. Золото. Можно реально получить галтишки. Не упускайте эту возможность. Для участия прямо сейчас прожмите лайк. Подпишитесь обязательно на канал. И врубите колокольчик. Потому что, ну, каждый день у нас выходят крутые бои. Крутые видосы. Я думаю, многим они нравятся. Поэтому, ребята, ну, я знаю много людей. Все еще не подписаны на канал. Очень важно для нас, чтобы вы все-таки эту подписку оформили. Потому что это будет колоссальная помощь каналу в развитии. Вот правда. Я знаю очень много. 75% зрителей все еще не подписанными смотрят. Ну, неужели вам сложно 2 секунды спуститься под ролик, подписаться и колокольчик этот врубить? Ну, сделайте. Правда. Ну, и жмите лайк видосу. Потому что это очень тоже важно. Два крутых сражения у нас сегодня. И я надеюсь, что лайки как-то помогут выдвинуть видео в топ. Поэтому, надеюсь на ваше понимание. Тоже 2 секунды спуститься под ролик. Поставить лайк. Делайте прямо сейчас. И вот начинается тяжелая часть боя. По нашему герою прилетает на 808 от 705. Нашу позицию рассекретили. Союзники трескаются просто по швам. И все говорит о том, что данный бой может сейчас закончиться поражением. Позиция рассекречена. Союзники отправляются в ангар. И Пабаха, ну, хоть и очень грозная ПТ, но все же картонная. Поэтому все снаряды противников должны в нас залетать абсолютно без каких-либо препятствий. Высвечивается впереди 50 ТП. Там буквально 500 ХП. 624. Как же неудачно. Как же неудачно мы сейчас заезжаем на камень. Потому что там вроде бы даже был прострел. Ну-ка. Давай, фотографируй. Фотографируй 60 ТП. Он там где-то, где-то там в кустиках стоит. И вот беда. Добирают еще одного союзника. Счет становится 10-13. И мы остаемся вдвоем с Т-54 против, на секундочку, пяти врагов. Леопард один в простреле. И есть фраг. Но пока только второй. Ну, ребята, смотрите, что же будет далее. Четыре врага остаются. Это два танка, к слову, десятого уровня. Объект 705 и Т110Е4. Которые могут очень сочные плюхи по нам отвешивать. И нужно как-то, как-то их останавливать. Как-то им мешать. Выезжает 50 ТП. Ой-ой-ой-ой-ой. 53 ТП. То есть с одного выстрела отправляем в ангар. Три фрага пока. Пошел захват базы. Позиция Бабахи работает обалденно. Потому что здесь мы закрыты практически от всех направлений. То есть сверху противники нас никак не могут потревожить. И только с одной стороны могут выезжать. К тому же здесь есть место, куда откатиться после выстрела. И спрятаться, переждать КД. Улетная точка для дефа. Просто для такой ПТ, как Бабаха. Must have. Можете запоминать позицию, если любите на Бабахах всяких играть. Е25, мне кажется, сюда идеально будет заходить. Да любая ПТ. Захват базы. Внизу 705. И прилетает нам на 377 на фугасах, зараза. И есть ваншот. 4 фрага. Запоминайте, в сумме с прошлым боем мы имеем уже 13 крутых фрагов и ваншотов. Объезжаем с другой стороны. Здесь у нас Е4, который решил обхитрить всех. Решил заглянуть к Бабахе, но в итоге мы обманываем его. Выезжаем и тупо, чисто на реакции. Первым выстрелом отправляем Е4 в ангар. 5 фрагов. Неужели в сумме за 2 боя у нас будет обалденно красивое число 15? Ребята, вот просто прожимайте лайк. Сейчас вверху экрана появится еще и голосование. Выезжает Конвей. Мы для него тоже ваншотные, но реакция Бабахе потрясающая. 6 нереальных ваншотов отписала Бабахенция в этом бою. 6 плюс 9. 15 ваншотов за 2 боя. Это невероятные 2 сражения. Проголосовать за лучший бой сегодняшнего ролика вы можете вверху в подсказках. Обязательно, ребят, прожмите лайк. Сейчас на экране сначала итоги первого боя, потом второго. Также будет 2 других видоса нашего канала. Обязательно их зацените. Ну а на этом все. Я говорю вам, до скорых встреч. Увидимся, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok